Юрий Борисович, мы вас пригласили по просьбе ветеранской организации авиационного гарнизона Бельбек. Мы знаем, что вы являлись долгое время военнослужащим 62-го истребительного национального полка. Проходили здесь службу. Вкратце расскажите, на каких должностях вы здесь? Четыре года. Четыре года, да. На каких должностях вы здесь? Очень просто. Я после выпуска попал на Урал. После училища закончили. Попал на Урал. А училище какое заканчивали вы? Значит, первоначально в Грозном год. Потом перевели в Батайск два года и закончили. Через три года нас выпустили самостоятельно. И мы уехали на Урал. А вы не вместе с Буфтияровым пришли сюда, нет? Он тоже Грозный заканчивал училище. Нет, но я его хорошо знаю. На каких типах самолетов вы закончили? И пришли на какие типы самолетов? На 15-х. В простых небесах, да? Простые МИГ-15 были, да? МИГ-15. Ну, начиная там... Ну, я не считаю их 18. А вот МИГ-15, МИГ-17, МИГ-19 и СУ-15. Попали куда? На Урал. В Троицк. В Троицк такой есть городишко под Челябинском, 130 километров. Там прослужили пять лет, получили первый класс. И я по замене уехал на Курилы. На Курилы. Как там назывался полк? Позывные такие вот там были? На Курилах. Вот это я... Буревестник, вот, говорю, что там нет? Буревестник, это сам поселок назывался. А, вот так. Я помню, что такие названия проходили. Ну, залив Касатка там был. Что еще? И вулканы. И рыбалка хорошая была, да? И рыбалка хорошая была, да? Рыбалка прекрасная была. Но сама природа, конечно, не очень. Бамбук большой, высокий такой. И кедрач, стланник такой слался там это. И эти, ведмеди, как говорят. И снег выше крыши, да? Да, рыбалка, да. На каких там были типах самолетов? И на какой должности? Я был старший летчик. Значит, летали мы... Там полк был. Колечный такой. Полу... Полу... Целый, как скажем. Неукомплектованный. Там полторы эскадрильи было. А, вот так. И вот были, значит, МиГ-17 и ПФ. И простыми, К-17. Ну, я всю жизнь на этих, на перехватчиках, прицелом пролетал. Вот. Старший летчик. Дежурт был вот так вот, немерено. Потому что постоянно. У нас не было такого свободного дня, чтобы можно было спокойно пойти там порыбачить. И постоянно поднимали дежурцию, да? Часто, очень часто поднимали. По каких работали вы типах самолетов? В основном, значит, были РС-130-е, 135-е, гражданские борт-ребятые тоже. Они часто хулиганили там, когда границы нарушали. Они по международным трассам шли, да? Угу. Какого вы потолка достигали на самолете, вот на котором? Потолок? Да. О, у нас где-то 15-16 тысяч потолок. Ну, это, так скажем, на облете, когда он не груженый, там, без боезапасов, так. А так, в среднем, 14 тысяч. Ну, по разведчикам нормально, просто их хватало. Что вам запомнилось вот из службы вот на Курильских островах? Какие вот дежурства? Дежурства, да. Постоянное дежурство, да? Дежурства. Постоянно трясло нас ветра. Дожди такие там, тайфуны. Вот. Ну, все равно человек как-то привыкает ко всему. Мне даже потом стало нравиться. Сначала как-то диковато было. Ну, окраина страны, там, туда-сюда. Вот. А потом мы в эту жизнь уже привыкли, втянулись. Мы никогда не ходили там в гражданке, там, или в военной цивильной форме. Все время мы в летном. Комбинезон, куртка, да? Да. И все. Все, до дыр затирали их. Потому что постоянно приходило дежурство. Сколько вы там прослужили? Пять лет. Пять лет. И после этого куда вы поехали? Ой. Ну, когда я должен был заменяться, командир говорит, ну, давай, Александра, давай годик еще прослужи. Годик всего лишь. Че тебе стоит? А у меня уже настроение было такое, ну, я как бы перестроился, что ли, что уже заменщик приехал. Я, говорит, нет, ташкандир не могу уже, все. И я с этого края перелетел в Калининград. Ой, с одного края на другой край. Да, в Невинск. Помните командира этого, который фамилия была? На Курилах. На Курилах? На Курилах? Это уж 50 лет прошло уже, за любую вспомнить. Забылось, наверное. Забылось, забылось, забылось. Ну, если потом я вспомнил. Ага, походу, ага. Вот, в Калининград перелетел. А в Невинском тоже на МИГ-17, да? У них были МИГ-19. МИГ-19 уже были у них, да? Да. То есть вы уже там переучивались, на МИГ-19? Я там переучился, в полку. Вот. И два года там прослужил и уехал на Чукотку. Что-то у вас с конца в конец. С одной стороны России, на другую сторону. Я поездил, вот так вот, по стране. Да, насчет должности. Значит, я все, вот как я на Курилах в 60-70 году, командира звена мне дали, и я всю жизнь прослужил командиром звена. Я отказывался от всех должностей. Все по замене кидали туда-сюда, да? Нет, не то, что по замене. Просто мне предлагали, я не хотел. Ну, у меня душа такая, что я не хочу. Я не могу командовать людьми. Вот. И себя я могу требовать. Могу быть требовательным, там, сделать, как положено. А с людей не могу. Поэтому я знал, что это будет только такая ломка просто. Меня. Через себя приступить? Я не буду. И дело не будет. Через себя приступить не могли, да? Да. Вот. Что еще? Значит, на Чукотку, да. Угольные копии? Да. Угольные копии? Я тоже так услужил. Да? Да. Ну, вот видите, приходилось. С 82-го по 85-е. Какой мир тесный, да? Так я вот тоже в это время там был. Ну, Кондриков был командир, но Басов перегнал с Гудауты. Я с Золотой долины пришел. Мы с Забасовым туда прилетели. Да, Забасов. Басов орден получил и вместо него Гладков был такой замполит. А он потом, Басов, ушел в армию и Кондриков стал командиром, по-моему. Да, хороший командир Кондриков. Потом он здесь. Он же сейчас здесь Кондриков. Я его здесь встречаю. Да. Мы его пригласим тоже на юбилей части. А, вот. Вот это стоит, да. Кондриков молодец. Юрий Борисович, вот мы, основная наша задача сегодня, что вы вот принесли сегодня мне книгу такую. Я давно наслышан об этом, вот. Что Краснознаменный, Дальневосточный. Вот книга такая, да. Я хочу зачесть, чтобы вы прокомментировали в книге вот это. Есть статья такая вот. Я сейчас прочту, и вы, может, что-то вспомните. Для наших зрителей, для ветеранов 62-го авиационного полка и других ветеранов, с которыми мы проходили службу в разных регионах, чтобы они знали. Вот существует такая статья в этой книге. Летом 1969 года в печати появилось такое сообщение ТАСС. 1 июля сего года американский самолет типа ДС-8, принадлежащий компании Сиборд, совершил полет из Сиэтла в Ио-Кото, Япония. Нарушил государственную границу СССР, войдя в его воздушное пространство в районе Курильских островов. В связи с этим указанный американский самолет был перехвачен советскими самолетами, несущими охрану границы и посажен на остров Итуруб. Как это произошло? Одним из первых сообщил о самолете-нарушителе оператор 1-го класса сержант П. Киселев. Вслед за ним стал вести цель оператор 1-го класса комсомолец младший сержант Е. Гдалин. Умело действовал расчет командного пункта во главе с офицером В. Храмченко. Это благодаря их бдительности и оперативности были подняты в воздух самолеты-перехватчики, пилотируемые майором И. В. Тушко, капитанами Ю. Александровым, это вами, видно, И. В. И. Гониным и Морозов. Четко взаимодействуя с командным пунктом, они в считанные минуты сблизились с самолетом-нарушителем, установили его принадлежность и принудили его к посадке. На этих воинов, показавших образцы неусыпной бдительности и высокого боевого мочерства, равнялся весь личный состав дальневосточных войск. Юрий Борисович, как же вас Министерство обороны отблагодарило за это выполнение задачи? Ю. Поставленную задачу вы выполнили. Правильно? Я так понял. Должнич как-то были? Часы, может, золотые дали или рожку? В. Нам Цегониным дали по ружью, министр обороны дал. Ю. По ружью? В. По охотничьему ружью. А мне дали майора. Ю. Это хорошо, да. Ю. Вот до тех пор я хожу майором. Ю. Но дело в том, что я действительно не хочу идти в должности. Я был и КМС, за КМС, и за начальника ТП, и даже сутки за командира полка. Ю. Смешно, но факт такой был. Ю. Ну, было, да, в истории. Ю. Ну, не хотел я быть никаким командиром там, в Верхайте. Не хотел быть. Ю. Вот, что еще? Ю. И после этого вас куда перевели? Ю. После этого я в Калининград. Ю. Опять в Калининграду? Ю. Опять в Калининграду? Ю. Нет, это 69-го года. Ю. А это было до перевода в Диминское, да. Ю. Да, Калининград. Ю. Калининграда на Чукотку. Ю. С Чукотки на Камчатку. Ю. А с Камчатки уже сюда. Ю. И в каком году сюда прибыли? Ю. В 82-м. Ю. В 82-м, да. Ю. Да. Ю. А в 84-м я опять полетел на Чукотку. Ю. Здесь замкомандира был такой, Панин. Ю. Панин. Ю. У нас не сложились с ним отношения. Ю. Он вечно меня где-то это... Ю. Караулин где-то там... Ю. Пытался как-то прижать. Ю. Прижать. Ю. Я просто умирал. Ю. Насколько известно, даже маленький период службы в этом полку, у вас опять-таки отличился. Ю. Я здесь, знаете что, сбил неуправляемую мишень. Ю. А это когда пушки бывают? Ю. Стрельбы бывают? Ю. Стрельбы, да. Ю. Подняли, а я как раз на подхват этой мишени должен быть. Ю. Лав-17 что ли? Ю. Да. Ю. Вот. Ю. Подхватил ее, подняли с ней и пошли. Ю. Набрали где-то тысяч девять, по-моему. Ю. Мне говорят, отойди в сторону. Ю. Я отошел, но ее не теряю из виду. Ю. На Су-15 была, да? Ю. Да, на Су-15. Ю. И вот, значит, они начали что-то там... Ю. Смотрю, заминка какая-то у них. Ю. Не летит, она летит. Ю. Потом раз, начало снижаться. Ю. Вращается вот так, в спирали. Ю. И снижается. Ю. Я говорю, снижается. Ю. Ну ладно, смотри на ней, что дальше будет. Ю. Видно, не потеряли управление ее, наверное. Ю. Да, видно, где-то там заглохло в них. Ю. Она снижается, потом раз, выровнялась. Ю. Пошла прямо. Ю. Опять какое-то время прошло. Ю. Смотрю, не стреляет никто по ней. Ю. Ничего. Ю. Вот. Ю. Потом она опять начала снижаться. Ю. И уже более крутым, большим креном. Ю. Снижалась, снижалась. Ю. И метров на сто выровнялась. Ю. Я докладываю. Ю. Вот она выровнялась, идет на высоте сто метров. Ю. Давай уничтожь ее. Ю. И она с креном так идет. Ю. Ну сто метров, это сто метров все-таки над морем. Ю. Подошел к ней поближе. Ю. Мне говорят, вот на таком-то курсе сбивай. Ю. А мы шли с курсом где-то сто девяносто, сто двести там. Ю. А дали курс триста тридцать на этом курсе. Ю. Вот позднее разворачивается, разворачивается. Ю. На курс триста тридцать завернули. Ю. Я ее шарахнул. Ю. Вот. Ю. Сбил. Ю. А еще был случай у меня такой нехороший тут, что я сел до полосы. Ю. Вот. Ю. Ну неприятно было то, что строго пролетать и сел до полосы, это вообще смешно. Ю. А просто получилось так, что обычно, когда идешь в полосадку, Ю. Уже, не знаешь, когда там, вот ставить на Малый Газ или на ПМГ, там, туда-сюда. Ю. Ну я вижу, что там уже пора, как обычно. Ю. На ПМГ поставил, я на Малый Газ поставил, уже на высоте где-то метров восемь-семь. Ю. И он у меня как провалил. Ю. Насыпался с гору. Ю. Ушел. Ю. Скорость маловато была, значит, подхода. Ю. Я еле успел добрать ручку. Ю. Само касание-то мягко было, тем более в грунт. Ю. Метров семь не до полосы, не до рули. Ю. Вот. Ю. Но когда он выезжает с грунта на полос, вот в этот момент он начинает торможение. Ю. Он клюет в нос, потом нос отскакивает. Ю. С грунта там... Ю. Получился козел. Ю. Такой неуправляемый. Ю. Слушай, я на Су-11 козла сделал, ничего страшного. Ю. Особенно. Ю. Но я скоростного сделал. Ю. А, ну скоростной. Ю. Этот уже видно достаточно. Ю. Ну не повредили там стойку? Ю. Нет. Ю. Все нормально, но сам факт это был неприятный для меня, тем более. Ю. Ну что же самое. Ю. Главное все живы, техника целая, все нормально. Ю. Ничего страшного нет. Ю. Это да. Ю. Всякая в жизни бывает. Ю. Бывает. Ю. Не делает ошибки тот, кто ничего не делает. Ю. Это точно. Ю. Но лучше, когда этого не было, конечно. Ю. Как у Вас семья? Сколько у Вас детей, а вот это... Ю. Семья у меня вторая. Ю. Так. Ю. С первой я разошелся. Ю. У меня осталось от первой семьи двое детей. Ю. Живут в Калининграде. Ю. Дочка уже замужем, там и внуки у меня, а сын в Самаре. Ю. А с этой женой мы познакомились на Камчатке. Ю. Уже 40 лет вместе. Ю. Но у нас только одна дочь ее от первого брака. Ю. Понятно. Ю. Знаете, для нас очень важна Ваша беседа, потому что я хотел Вас спросить еще вопрос. Ю. Такие вот случаи посадок, сколько Вы помните за свою жизнь? Ю. Каких-то? Ю. Вот что людей, ну, сажали самолеты. Ю. Это же идентичные были случаи. Ю. Не много таких было? Ю. Конечно. Ю. Правда, вооруженных сил? Ю. Конечно. Ю. Я вот не помню, что было еще пять-шесть таких. Ю. Были, наверное, еще один-два, да? Ю. Я помню. Ю. В Карелии сажали на озеро. Ю. В Карелии там сбили, по-моему. Ю. На озеро посадили его. Ю. На Озеро посадили его. Ю. И на Камчатке сбили, по-моему, да? Ю. На Камчатке сбили, по-моему, да? Ю. На Су-15 сбили. Ю. На Камчатке сбили гражданский, когда он тоже пересек границу через Камчатку прошел. Ю. Ну, у него оружие какое-то, только ракеты были, у него пушек не было. Ю. И, видно, они договориться так бы не могли с ним, только пуск и все. Ю. Вот. Ну, я не знаю. Ну, штук пять, наверное. Ю. Да. Ну, вот я считаю, что вы вошли в историю. Ю. Ну, в историю какую? Ю. Что вы являлись офицером-летчиком 62-го истребительного полка. Ю. Это исторические факты, понимаете? Ю. От этого мы не отойдем никуда. Ю. И молодое поколение, которое будет смотреть этот фильм, который мы сняли сегодня, Ю. Они увидят, что у нас в гарнизоне есть такой человек. Один из пяти, допустим, всего бывшего нашего Советского Союза. Ю. И мы очень довольны, что вы в нашей ветеранской организации... Ю. Давайте будем относиться к этому как к обычному воинскому долгу. Ю. Юрий Борисович, дело в том, что многие люди посмотрят этот фильм и по вашей службе на Курильских островах. Ю. Они увидят вас. Ю. Вот эти летчики, которые живы, Ягонин, Витушка, Морозов, тоже вас увидят. Ю. Может, их дети, внуки увидят. Ю. И понимаете, Николаю Валентиновичу придет письмо какое-то... Ю. А так очень часто происходит. Ю. Передайте привет. Ю. Этот легендарный человек. Ю. И они, может, расскажут... Ю. Не обязательно именно они. Ю. Может быть, их дети даже, понимаете, и внуки. Ю. Сколько вам лет, Юрий Борисович? Ю. Полных 82. Ю. А я забыл сказать вам, что... Ю. Этот самолет вез 220 военнослужащих. Ю. Одни вояки. Ю. Вот этот, который вы посадили, да? Ю. Да. Ю. Которые могли бы захватить этот Петру запросто. Ю. А у них оружие было? С оружием они были на самолете? Ю. Вот это я не знаю даже. Не знаю. Ю. Обученные американцы там... Ю. Они бы не стали захватывать. Это был бы скандал международный. Ю. Это была бы война практически, да. Ю. Это да, да. Ю. Поэтому они тоже грамотные люди, знают. Ю. Это сила. Ю. Такая серьезная была. Ю. Да. Ю. Такая серьезная была. Ю. Вы прослужили, наверное, на 25 календарных лет или больше? Ю. Ну, если брать с училища, то получается больше 31 года. Ю. Календарных? Ю. Да. Ю. Да. Ю. Я в 1956 году поступил, а в 1988 закончил, уволился. Ю. Ну, я вас уволил. Ю. Вернее, я не уволился. Ю. Да. Ю. Получилась опять же вещь такая. Ю. У меня подъемы, спады. Ю. Я полетел. Ю. Были полеты. Ю. Я свои полеты закончил. Ю. Тут подбегает ко мне техник самолета и говорит, Ю. Товарищ майор, тут нужно облетать самолет, там звонили с команды, с КП. Я говорю, ну, кто откажется от лишнего полета? Я говорю, давай. А был без костюма, без ГШ, там, без всего. Прыгнул. Тем более, у меня опыт был уже, когда я облетывал самолеты. Вот. Полетел. Полетел, разогнал все. Думаю, давай-ка я попробую, сколько он наберет высоты. Ю. Выжмет сколько. Ю. Да, выжмет. Ну, тем более, самолет был облегченный, да, у него комплекта не было никакого. И полез. Полез вверх, смотрю, идет хорошо. Ю. Небо чернеет начало. Ю. Да, ну, это после двадцати километров. Ю. Да, да, да. Ю. Уже темнеет оно, да. Вот. И как запомнил, вот такой момент был интересный. 24 700 высота. И вдруг, вот я сижу так расслабленно, думаю, ой, хорошо, тишина в кабине такая. И вдруг, вот я чувствую меня вот так вот, по-дружески. И голод. Юра, хорош. Ю. Так неожиданно. Ю. Ага. Ю. Я даже оглянулся, думаю, смотрите, твою мать, ёкар и думаю, да что такое. Ю. Ага. Ю. Вот, продолжаю набор. Ю. Ага. И вот 25 тысяч, я попадаю в болтанку. Такая болтанка, что меня переворачивает вот так вот, чуть ли не вверх с колесами. Ну, я думаю, это спутное течение, стройное течение. Думаю, я это, сейчас его пройду. Она обычно где-то 800-1000 метров. Угу. И потихоньку иду, иду, иду. И тут смотрю, левый двигатель у меня начал температурить. Уже подходит температура максимально допустимая. Я взял с полного форсажа, убрал на минимальный. Послышался такой лёгкий зуд. Такой, ну, безобидный, абсолютно. Ю. Настораживающий? Ю. Да, нет, даже не настораживаю, я просто прислушался, думаю, да, ничего страшного. Продолжаю. Набрал я, ну, немного, ну метров четыреста ещё, наверное. вот этот звук все сильнее 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 тут каждую долю секунду так нарастал самолет начал вот так вот бросать еще хлеще чем полтанку эту кидать рев такой ну высидеть невозможно я думаю нет надо наверно катапультироваться в костюме в костюме думаю ну сидеть не теперь и что делать думаю если я поставлю двигатель опять первоначальное положение откуда я его снял там температура если я его уберу я потеряю скорость я не смогу тогда это набрать выше и вот это интересно как-то на раскоряку потом не выдержал орёв такой думаю начал докладывать на кп заорал вам пошли вот двигатели и хорошо руководитель опытный тут же мне выдал команду выключи двигатель я только раз выключил его и сразу тишина такая наступила кабине все прекратилось все буквально я как будто повис в воздухе бывает когда парашютом на горку так как зашел сюда в момент так когда получается парашюта прыгаешь тебя начинает так вот болтать открылся парашют краски видишь и точно такое же впечатление счастливый момент когда все открылось и ты как бы вот ну думаю ладно теперь что высота такая а уже черно звезды там над головой светят думаю теперь не перейти это ограничение по скорости потому что смотрю вертикальная вертикальная где-то за до 10000 в общем там это истинная скорость тоже вот взял вывел его там погасил скорость на развернулся на точку и пошел вот на десяти тысячах запустил и сел нормально ну и после этого полета не официально сказали так то есть александров вы отстраняетесь от полета будете ходить дежурным на на дальний привод понятность надо подсказывать прп кто командир помощи крови поезда кто командир кто был в это время кондриков кондриков 87 год на чукотке это было да да на чукотке кондриков значит да вот и все а потом восемьдесят восьмом 88 пришел приказ на увольнение а я это поехал в госпиталь списываться а меня не списывает по барусу хавара да говорят а чё тебя списывать ты так дорогам летающего да не ограничено вернее ну да не ограничены годный на воздух так уходит с два здоровья за здоровым здоровым уходит тут и живет так долго хорошо тут у кого сновета около где-то 3000 но это немного за 30 лет 3000 а где вы родились родился я городе зарайск это подмосковье но там где школа зарайская было а потом переехали в колонну а потом когда началась война уже мы поехали бабушки джамбол там всю войну просидели а сорок пятом переехали на украину вот это кровавое озеро у меня когда потом оттуда переехали в самару куйбышев там я поступил в аэроклуб закончил пошел училище и пошло в общем интересная кажется длинная но так быстро пролетело это все новые вот все равно если исторические факты давать вы один из немногих людей которым при исполнении служебных обязанностей вот такое дело приказ вы выполнили я вспоминаю как это ротару поет песню она много поет я знаю какой вы сейчас так как в жизни это жизнь повезло и что и все упала жизнь и берегла и спасала ее у меня много случаев было когда я мог действительно погибнуть но меня берегла ангел хранитель вам кто-то вот стучал когда вы были на потолке это предупреждал да потом я ребятам рассказывал говорю у каждого человека есть какое-то чувство наверное сохранения или самосохранения это ангел-хранитель вам подсказывает что хватит дел уже и достигнутся слушаясь к нему и не лезьте на рожон потому что дело серьезно вот я сейчас посмотрю на ребят летают они почти каждый день это да вот так бы хотелось конечно побыть на их месте полетать на этих типах на всех но уже не те года они вот они очень хорошее дело делает они тут учатся это отрабатывают все эти маневры и приходится им летать очень много и на сопровождении и на атаке там это вот что было написано да и что что то еще есть да вот имелось это то что я это где-то закладка вот это закладка я на следующую страницу положу а вот 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 то что вот я вспоминаю свою службу как она была то есть это вы на бумажке написали да да нету просто четверостиши там или как много прочитай михалов вот уже давненько значусь я в отставке не нужны медали и даже ордена но ночами часто снятся мне дежурство и команда воздух видно навсегда это точно точно это летчиками когда не рождаются ими становится но ими уже не прекращают как стал дочкам все уже до крови уже все на всю жизнь уже